Всем привет! Продолжаем путешествовать по Петербургу. Узнаем какие-то, может быть даже новые данные о домах, о людях, которые там жили. Пользуюсь я сайтом CityWalls Якубовича 16, архитекторы Винклер, Соболевский. Год постройки 1839-1940-1890. Стиль эклектика. Британо-американская церковь Иисуса Христа. Административное здание. В 1833 году по просьбе пастора Ниля и старейшин британо-американской конгрегациональной церкви в Петербурге Николай I дозволил конгрессионалистам выстроить или нанять дом для молитвы. Община образовалась 6 декабря 1833 года при англиканской церкви, но через семь лет отделилась с нее. Она приобрела дом на Новоисакиевской улице, к которому в 1839-1840 годах Винклер пристроил со двора двухсветный молитвенный зал на 250 человек. Хотя, в общем, надо сказать, что верующих в столице было гораздо больше. Поэтому пастор Александр Фрэнсис из Эдинбурга в 1899 году получил разрешение проводить духовные собрания в частных домах и только на окраинах. Когда в 1890 праздновалось 50-летие общины, лицевой дом по проекту Соболевского был расширен двухэтажной пристройкой и заново отделом. Здесь по инициативе Фрэнсиса в 1891 году открыта школа, в которой главным учителем был опытный педагог Вальтер Скотт. В январе 1904 года пастора Фрэнсиса заменил Эндрю Ритчи. В это время церковь, подчиненная посольству США, имела около 150 прихожан, десяток которых был русскими. Храм был закрыт постановлением Президиума Ленсовета от 7 апреля 1939 года и дом передан государственной публичной библиотей. В следующее время это административное здание. Дом включен геопом в перечне вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Здесь в 1835 году была Ленинградская контора Северногорного химического треста. Патит в 1935 году, как я сказал. В 1940 сталь конструкция, это союзный трест. Ленинградская монтажная контора «Ластройснаб» в 73 отделении милиции, в 1988 отделении милиции, 1 октябрьского района. Ну вот вкратце о доме по адресу Якубовича 16, бывшая британо-американская церковь Иисуса Христа. Всего хорошего, до свидания, пока-пока.